Субтитры делал DimaTorzok Федеральное собрание Российской Федерации Федеральное собрание Российской Федерации Уже 23 года с момента начала серийного производства его называют сверхсовершенной российской машиной, хотя Т-90 Владимир лишь далеко не идеальный вариант глубокой модернизации Т-72Б. Говорят, была даже директива, которая запрещала критиковать бронированного тезку Путина. Но даже при стремлении его пропагандистов щедро обливать танк шоколадом, правда, все же проникало на суд общественности. Обзор с водительского места очень плохой. Даже несмотря на то, что, согласно фольклору, танки грязи не боятся, нужно осторожно форсировать глубокие лужи, чтобы вода не залилась через край. Внутренний объем нашего танка почти в два раза меньше, чем у американского Абрамса. Это, конечно, вносит и ограничения по росту танкистов. Его система управления огнем хуже, чем у японского танка Тип-10. Двигатель слабее, чем у французского Леклерка и немецкого Леопарда. Украинскому оплоту он тоже не конкурент. Но публичные претензии относительно Т-90 российские генералы начали высказывать лишь с 2007-го. Через три года их армия вообще отказалась от закупок этого танка. У нас, к сожалению, даже в бригаде танк Т-90 наш один из самых современных танков. Все равно принцип, как на Т-34. Мы сидим на пороховой бочке, сидим на боеприпасах. К квалификационным требованиям, уже современным, он не отвечает в полном объеме. Его экипаж, боекомплект и топливные баки находятся в одном отсеке. Поэтому в случае попадания вражеского снаряда, танкистов не спасет даже система пожаротушения. У Т-90 отсутствуют электронные системы, которые бы объединили все элементы танка, а также предоставляли информацию про ситуацию на поле боя в реальном времени. Слабая стабилизация оружия не позволяет вести огонь на скорости выше 20 км в час. Коробка переключения передач только механическая, а скорость заднего хода всего 4,8 км. Это заявление опустило экспортную привлекательность Т-90 до Плинтуса. России удалось протолкнуть не до танк, лишь авторитарным Алжиру, Казахстану и Туркменистану. Но крупнейшей аферой белокаменной стал контракт 1999 года с Индией. После того, как Пакистан закупил 320 украинских танков Т-80 УД «Береза», индийцы повелись на Т-90С, про что жалеют до сих пор. 780 танков с Нижнего Тагила не оборудованы кондиционерами, поэтому на 50-градусной жаре электроника становится неадекватной, как, впрочем, и экипаж. Кстати, сравнительный тест показал, что индийский танк «Арджун» лучше российского «Витязя». Поэтому недостаток технологий путинской оборонки стремятся заполнить даже простые граждане. Для суперпроблемного танка питерский изобретатель Александр Семенов, например, предложил систему ведения огня боеприпасами с фекалиями. Вы видите, там боец у меня нарисован со спущенными штанами, и он в контейнерах как раз, извините, опорожняется, значит, готовится к заряжанию боеприпаса и выстрелу. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...